здравствуйте уважаемые телезрители 29 сентября отмечается международный день сердца о том как отмечают или не отмечают вообще этот праздник кардиологи нашей североказахстанской области я сегодня поговорю с нашим гостем у нас в студии михаил петрович телюк заведующий блоком интенсивной терапии кардио центра главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения управления здравоохранения североказахстанской области ну и так михаил петрович отмечают или не отмечают этот день кардиологи если отмечают то каким образом вы знаете как привыкли раньше отмечать все праздники нет не отмечают дело в том что мало того что праздник достаточно молодой в 1999 году по предложению федерации кардиологов всемирной был этот праздник предложили его отмечать в последнее воскресенье сентября на последние 10 лет 2011 года решили что 29 сентября независимо от того какой день недели будет это будет считаться днем всемирным днем в общем-то сердце решили отмечать отмечать цель вообще этого праздника и в общем-то в рекомендациях когда организовывали ознакомить население практически всей нашей планеты потому что во всех странах мира проблемы сердечно-судистых заболеваний это бич и практически половина смертей а там где сердце всегда эта смерть идет как правило ситуация причем смерть преждевременная причем смерть не насильственная причем у людей разного возраста если раньше это было люди допустим 30 лет 40 лет назад это люди были уже пожилого возраста то сейчас это люди в основном трудоспособного и даже молодого возраста практически 50 процентов смертей как раз обусловлены заболеваниями сердца а все заболевания сердца практически можно предотвратить есть фактор риска изменяемые и неизменяемые но допустим неизменяемые возраст пол изменить никак нельзя хотя вы можете возразить трансгендерные дела но у них другие проблемы появляются у трансгендеров но как было так эта ситуация и остается то есть не модифицируемые факторы риска мы ничего не сделаем и модифицируемый допустим о чем всегда говорят и всем от этого отмахивается все все знают но все знают до той поры когда не наступает что-то сложное серьезно иногда непоправимое дело в том что допустим тот же инфаркт миокарда в течение первого часа вызывает половину смертей то есть практически до обращения за медицинской помощью человек не может понять то есть борьба мотивов идет симптоматика да вот этих болей которые абсолютно это это более чем мы и говорим даже люди вроде бы и грамотные и совершенно образованные причем считается что чем ниже уровень образования тем чаще такой недуг поражает у людей более высоко образованных как правило недуг меньше встречается по той простой причине что понимает что что-то не то и вызывает скорую помощь отлажена у нас извините я буду вас так перебивать вопрос задавать по ходу нашей песни беседы простите михаил петрович а всегда ли вот эта боль сопровождает инфаркт всегда ли это основная скажем ключевая разные клинические варианты то есть это во первых чаще всего это так называемая ангинозная боль то есть от слова ангинопекторис то есть грудная жаба в переводе это боль за грудиной где мужчины носят галстук или по левому краю грудины может и радиации боль может разной интенсивности причем в зависимости от интеллекта человека некоторые говорят что это даже не более жжение либо с чувство стеснение либо распирание разрывание то есть больше совершенно по-разному это вот где-то здесь да вот так вот да вот здесь не не там а вот именно здесь как правило здесь она может быть по левому краю грудину может отдавать в шею в руки в зубы иногда бывают случаи так что приходят к стоматологу и убирают совершенно здоровые из за того что да это совершенно другая да бывают и такие ситуации они описаны бывают ходят лечат суставы искать как правило локтевые суставы лучезапясные суставы бывают причем это боль приступообразная а вот знаете еще слышала такое мнение бытует среди специалистов чтобы проверить вот что это за боль действительно зубная боль или это допустим там неврологическая или инфаркт нужно выпить таблетку нитроглицерина если поможет значит это инфаркт это правда если поможет где 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 дело в том что самолечение вот опять мы пришли тому что даже вы задаете вопрос по самолечению самолечение нигде самое главное появилось необычное ощущение такое причем достаточно интенсивная как правило эта ситуация может сопровождаться чувством нехватки воздуха принимают за бронхит за пневмонию и так далее особенно сейчас в эпоху ковида сопровождается тошнотой рвоты может появляться то есть любыми симптомами может головокружение может быть напоминать в особенно у пожилых людей может напоминать нарушение мозгового кровообращения у женщин и у пациентов с диабетом атипичные варианты чаще встречаются иногда бывает малосимптомные то есть они стертые невыраженная симптоматика но она все равно приводит как правило сопровождается слабостью как ведущий симптом у ковида тоже слабость кстати тоже есть поэтому вот вам вопрос отлажена система в казахстане в одном пожалуй в первой республике на полсоветском пространстве организован достаточно четкая система оказания помощи больным вот с кардиологическим синдромом то есть вызывайте скорую скорая помощь обученные специалисты пусть не где-то не хватает врачей но укомплектованы средними медработниками фельдшерами причем они нацелены на оказание помощи острым коронарным синдромом в зарубежных странах в великобритании и соединенных штатах допустим помощь оказывает вообще парамедики и помощь нацелена на то что оказать именно неотложную помощь не дать человеку умереть и доставить туда куда нужно дальше уже начинаются эти проблемы так вот о том что вы говорите нитроглицерин нитроглицерин но он и создавался как нобелем как взрывоопасное вещество для того чтобы для взрыва все эта ситуация была поэтому для пациентов с низким давлением или с инфарктом а так называемой нижней локализации то есть правая коронарная артерия когда страдает он что делает он но скажем так частично расширяет сосуду на меняет гемодинамику приток крови уменьшается облегчается работа уменьшается наполнение давления левого желудочка и соответственно уходит боль на этом фоне но если у пациента низковатое давление и нижний инфаркт особенно прием резко получается расширение сосудов приток крови практически пустой и сердце становится пустое может получить обморочное состояние но это уже сто процентов будет тогда явный инфаркт уже тогда уже когда после обморка да конечно ну конечно лучше до этого не доводить да чтобы понять что это инфаркт но вот я далее по сердечным делам тут могу сказать так вот поскольку в течение первого часа умирает 50 процентов больных с сердечным приступом до обращения за медицинской помощью как правило то есть борьба мотивов поэтому появилось что-то в первую же сразу же очередь не ждать повторных приступов либо что-то обратиться за медицинской помощью потому что есть еще такое понятие внезапная сердечная смерти то есть первым проявлением заболевания сердца является именно смерть пациента то есть до обращения за медицинской помощью здоровый был красивых хорошие все но подумаешь масса тела больше подумаешь больше сидел ездил на красивом автомобиле но подумаешь курил кто не курит но подумаешь вкусно ел но подумаешь диабет был давление повышалось но среднестатистически обеспеченный человек как правило мужского пола так сел в машину раз-два и умер ситуация оказывает потом коронарной артерии но в последнее время о чем я сказал помолодела ситуация сердцем совершенно здоровые на первый взгляд скажем так ли абсолютно а с чем это связано это связано с тем то что факторы риска о чем мы с вами говорили именно которые модифицированные не придают значение дело в том что вот эти заболевания артериальная гипертония называют тихими убийцами сахарный диабет то есть когда у человека появился явный диабет а к диабету что проводит гиподинаминиевская физическая активность избыточная масса тела генетические возможно факторы доклад получается что эти заболевания они не проявляют сахарный диабет выявляют через как правило 67 лет после того когда уже имеется нарушение толерантности к углеводам то есть по принципу пока гром не грянет может не перекреститься так и тут вот появляется когда какие-то по сахару появляется либо начинают худеть и риска либо же какие-то симптомы появляются либо проблемы инсульт инфаркт вот тогда выявляются все ситуации тогда выявляет что течение заболевания что происходит потому что проблемы с холестеринозом или атеросклерозом холестерин вообще относится к многоатомным спиртам по химической формуле но что происходит внутренняя стенка сосудов мышечного типа то есть сонная артерия кровоснабжает головной мозг позвоночные сосуды сердце коронарные артерии они одного типа как правило внутренние стенка называется эндотелий там три стенки мест так вот внутренняя она поражается как правило откладывается повреждение идет сначала откладывается липидные бляшки сначала то есть человек рождается с липидными бляшками потом они рассасываются к десяти годам ничего нет с 10 до 20 лет если нет семейный какой-то наследственно гиперхолестеремии то есть заболевание наследственное то как правило с 20 лет практически у каждого разной степени вот эти липидные полосы они начинают трансформироваться в бляшки накапливает холестерин бляшки могут существовать разного типа старые плотные то есть они солями кальция с ними уже ничего не будет они не растут но немного ограничивают кровоток но гемодинамически значимый считается более 70 процентов стеноза и могут быть молодые которые они вызывают и спазм сосуда и в результате каких-то перенесенных воспалительных заболеваний вирусных заболеваний бактериальных идет повреждение внутренней стенки артерий которые выполняют как раз большую нагрузку это вот это то о чем я говорила спрашивала вас начали до нашей программы вернее перед передачей перед записью могут ли инфекции и различные воспалительные допустим заболевания такие как ангина допустим урз влиять именно вот на состояние сосудов что действительно происходит воспаление воспалительный процесс вследствие этого вот и происходит даже не это даже тот же парадонтоз да да то есть заболевание что стоматологи вам скажут оголение шейки зуба корня зуба вот вам по его десны то есть связано это с инфекцией вот помпал получается то есть начинается поражение сосудов и тем более мы вот замечаем даже сейчас вот с коронавирусной инфекцией особенно много замечает сосудистые хирурги очень много получается артериальных тромбозов то есть тромбозы идут и в общем-то в протоколах лечения идет терапия направлена предотвращение образования тромбов и почему при ковиде наступают либо тромбоэмболия легочной артерии то есть там артерия легочная тромбы образуется либо инфаркт миокарда либо внезапные смерти дополнительно помимо интоксикации тяжелых дел дополнительная нагрузка вот почему допустим тот же герпес опоясывающий лишай иногда зачастую как правило в течение двух недель происходит что дестабилизация вот этих мягких или молодых атеросклеротических бляшек происходит сверху трещина бляшки и тромбоз тромбоциты то есть форменный элемент начинает быстро налипать друг на друга остров возникший тромбоз который приводит к серьезным последствиям судя из всего вышесказанного да мы делаем такой вывод что вот этот холестерин эти бляшки до который в сосудах накапливается все это идет от питания нашего до от того что мы употребление не совсем это но в основном скажем так это я к профилактике уже под я не понял не совсем так если бы так было это безусловно имеет большое очень значение так дело в том что суточная потребность взрослого человека в холестерине 300 миллиграммов яичный желток содержит 200 миллиграммов но вместе с тем что холестерин синтезируется в организме поэтому вот и получается когда молодой человек родился для того чтобы он вырос большой красивый и половозрелый на синтез половых гормонов и клеточных мембран то есть это основной строительный материал идет этот холестерин затем наступает равновесие производства и потребление холестерина и его утилизация вот вам активное долголетие затем наступает старость когда получается что холестерина много тратить его не на что там можно вопрос а если холестерина мало вот пониженный холестерин что это означает вы вы знаете есть холестерин разных липопротеиды альфа, бета, то есть высокой, низкой плотности и так далее. Он не в чистом виде идет, он идет в соединении с белками. Так вот, те пациенты, у которых, если нет генетических таких заболеваний, снижен холестерин, допустим, у эскимоса в Гренландии и так далее, у них невысокое содержание альфа-липопротеидов, то есть антиатерогенных. В 80-х годах прошлого тысячелетия, в 100-летие, проводились даже исследования по введению таких препаратов, но работы дальше экспериментальных не пошли, за рубежом были такие работы. Так вот, у них инфаркт миокарда и инсульт, как правило, ишемического типа, то есть практически не встречался. Вот ситуация. Поэтому это больше хорошо, это естественная, скажем, старость, связанная с накоплением холестерина, но это один из факторов тоже. Так вот, вместе с тем, вопросы питания. Сейчас есть мощные препараты. Вот для пациентов, которые перенесли сердечный приступ или инсульт ишемического типа, когда, как правило, выписываем пациентов, самое главное, чтобы жестко выполнять рекомендации, особенно контролировать холестерин. Вот те, что в лаборатории, если вы сдадите, там нормативы будут совершенно не те, которые приняты Европейским обществом кардиологов. До прошлого года значение верхний предел плохого холестерина, так называемая липопротеиды низкой плотности, должен быть 1,8. В прошлом году был конгресс Европейского общества кардиологов. Они еще ужесточили, еще снизили 1,4 и ниже, то есть должен быть уровень холестерина. Практически таких людей, я вот работаю более 40 лет, я не встречал так, чтобы у кого-то были холестерины. Да, есть цифры, но даже при нормальном. В смысле, был нормальный холестерин, да? Да, да, да. Не говоря уже про понижение. Да, даже при нормальном холестерине, но идет от того, что мы с вами говорили, вот атеросклеротическая бляшка, ее разрыв происходит в результате даже таких ситуаций, поэтому статины, препараты, которые снижают уровень холестерина, в общем, обязательно нужно принимать. Понятно, там если прочитаете на каждый препарат, много побочных эффектов и так далее, ни в коем разе нельзя принимать и тому подобное. Начинают все говорить, как обычно. Каждый в меру своих знаний начинает говорить, обязательный прием и жестко контролировать. Если был сердечный приступ, инфаркт миокарда, инсульт ишемический прием препаратов, предотвратить развитие повторных ситуаций. Дальше, о чем мы говорили. 30, даже до 40% Российской Федерации пациентов имеют артериальную гипертонию. Почему цифры изменились? Раньше считалось, что выше 140 на 90% считать артериальной гипертонией. Сейчас цифры изменились и стали более жесткими нормативы. Выше 130 на 80% уже является артериальной гипертонией. А если нарушение толерантности к углеводам, а если это еще и диабет, то еще и ниже. То есть прием препаратов низкая физическая активность. Дело в том, что мы слишком себя любим, а человек ленивое существо. Он практически не будет делать. Ведь почему... Не будет делать что? Принимать препараты? Не только прием препаратов. Изменить образ жизни, модифицировать все это дело. Но начинается... Давайте вот про это поговорим. Очень интересно. Про то, как это все избежать. А очень просто. Можно ли это все-таки предотвратить? Несмотря на то, что действительно у большинства населения и такие проблемы с давлением, с высоким, с холестерином. Мало тех, у кого пониженный холестерин. Здоровый образ жизни. Что конкретно Вы посоветите? Есть пословица давно. Я не помню, кому она принадлежит. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. То есть начинается все это дело со школы. Даже до школы, с детского сада. С детства. А до детского сада, пока детей не водят. Это подрастающее поколение берет пример с молодых пап и мам, как они себя ведут, что они делают. Вы возьмите сейчас молодых женщин. Для женщин вообще курение практически смертельно опасная вещь. Женщины молодые, я считаю, молодые женщины в возрасте до 55 лет, если поступают, а не поступают, как правило, либо курящие, либо принимают гормональные контрацептивы по назначению врача-гинеколога, потому что способствуют повышению тромбообразования, повышению давления. Эти препараты? Да, эти препараты. А если в сочетании, это… Скурить не. Да, получается очень гремучая смесь. Как правило, вот у молодых женщин, раньше у женщин, как правило, я говорю, 30 лет раньше пенсионного возраста, у них не было коронарных проблем. Сейчас, да, потому что, как правило, у женщин давление, потому что низкая физическая активность. Есть простые тесты – окружность талии и окружность бедер. Только живот не втягивать, измерить на уровне пупка. Должно быть ниже, меньше 0,9. Так, но, к сожалению, у нас получается метаболическое ожирение, не плотно, не полностью то, что человек говорит. 0,9 – это 90 сантиметров? 0,9. А что такое 0,9? Объясните. Это отношение талии к бедрам. Ага, все понятно. То есть талия должна быть меньше бедер. У нас, к сожалению, получается у большинства наоборот. В зависимости от того, кто как себя любит, талия должна быть по американским стандартам 120 сантиметров. 90-60-90, я знаю. У женщины талия более 80 сантиметров. Ну, это для моделей. 80 сантиметров у женщины не должна быть. Вот вам ситуация получается. У нас, к сожалению, вот такие вот вещи. Так, хорошо, что еще? Дальше соль. Вопрос с солью. Вот начинает основной вопрос. Ну, он попутно идет тут. Потому что проблемы с солью. Соль за собой тянет воду. Тянет избыточную массу тела. Хочется вкусно поесть. Поэтому вопросы. Вот куча новомодных диет. Да, и как насчет того, что полтора литра воды в сутки выпивать? Зачем про полтора литра воды пить? Мы давайте про соль сначала поговорим. Вопрос такой, что избыточная масса тела. Не надо новомодных диет. Достаточно ограничить соль или убрать. Вы не съедите больше, чем того нужно. То есть никаких усилителей вкуса. Человеку при норме положено где-то 5 грамм соли. Но вы же не будете с весами ходить взвешивать соль. Что значит 5 грамм? Образно говоря, если человек ест натуральные продукты, то есть вареные овощи, мясо отварное, но есть никаких сосисок, колбас. И даже, а хлеб не натуральный продукт, он уже в день, в сутки потребляет 1 грамм соли. Поэтому представьте, что значит 5. В среднем мы все потребляем соли как минимум в 2 раза больше. Сейчас же во всех продуктах питания это добавки, вкусовые усилители, всякие эмульгаторы. Это же в любом продукте сейчас, который продается. А вы каждый день кушать хотите? Конечно. И мы хотим кушать. Правильно. И в результате мы потом получаем то, что из нас вырастает куча проблем. То есть питание, да? Обязательно. И физическая активность. И физическая активность. Даже вот эти два простых фактора. Физическая активность. Это значит нужно регулярно что делать? Делать зарядку, заниматься спортом, желательно, допустим, 3 раза в неделю, ходить пешком. Что подразумевается под физической активностью? Вот вы так вот говорите, так все скажут, да зачем мне это нужно, такая жизнь, большинство. Так что я должен расписывать? Ну я хочу, я себя люблю, я хочу полежать на диване. Ну если он хочет полежать на диване, ну вы полежите на диване, но это не всегда. Вы должны четко знать. Во-первых, ну хотя бы помочь своему кошельку. В том плане, бензин дорогой, ну пройдите пешком. Походите пешком там, где можно пройти пешком. Вот вам пожалуйста. Хочется вам, не надо заниматься спортом, хочется поиграть в теннис, да поиграйте. У каждого есть, либо дети подрастающие, либо внуки, уделите им внимание. Вы обратите внимание на детей, дети же не поседы, им нужно бегать, что-то делать. Ну пожалуйста бегайте. Иногда я вижу дамы, мужчины выгуливают либо собак, либо кошечек на поводке, так и тоже в припрыжку идут. Да бога ради, шведская ходьба. Пожалуйста, чем ходить. Это вот эта модность с палками, которая сейчас. Да пожалуйста, как вам хотите. То есть человеку должно все это доставлять удовольствие. Вы поймите, есть такой фактор резко, который трудно взять. Это стрессовая ситуация. Если вас будут заставлять из-под палки что-либо делать вообще, человек не будет никогда делать. Надо делать, чтобы ему было это в удовольствии. Вот тогда будет абсолютно другая ситуация. Дальше. Лифт есть. Да не идите вы лифтом. Вы поднимитесь пешком и скажите, какой я молодец, я прошел столько пешком. Похвалите себя. Это будет намного полезнее. Вот вам пожалуйста. Почему люди так не делают на вашем доме? А не будет. Люди привыкли к тому, что... Почему они не соблюдают диету? Почему они неправильно питаются? Ну, я понимаю, среди того многообразия продуктов с этими добавками даже, ведь совершенно спокойно можно, да. Лень. Вот и все. То есть человек знает, большинство знает ситуацию, но не будут делать. То есть, о чем я говорил, профилактика сердечных... Лень, которая выливается иногда, к сожалению. В конечный продукт смерть, переживание. Вот откуда идет. Ведь большинство знают. Знают эту ситуацию, но стараются, как кто там, астраус, прячет голову в песок. Так, правда, я не видел в Австралии, не был, не знаю, но так говорят во всяком случае. Ну, примерно так. Михаил Петрович, наше эфирное время уже, к сожалению, подошло к концу. Я понимаю, что мы можем говорить с вами еще долго на эту тему, поэтому я думаю, что мы пока прервем наш разговор, а потом при следующей встрече обязательно продолжим. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе, наших телезрителей. Благодарю внимание. И вот вместе с Михаилом Петровичем призываем вас, не ленитесь, ходите пешком, занимайтесь различными, да, активными видами спорта, не переусердствуйте ни в коем случае, делайте все с любовью и удовольствием, и будет вам, ну, по крайней мере, здоровья. Спасибо большое. Увидимся в программе «С первых уст». Субтитры сделал DimaTorzok